Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня хочу вам показать ткани, которые я заказала последний раз. Вот я их тут все сложила. Также покажу фурнитуру, которую я заказала для шитья. Это ткани, которые я заказала для будущих мастер-классов для пошива одежды. В основном детской одежды. И сейчас покажу вам поближе все, что я заказала. Заказывала я, как обычно, все в интернет-магазине. Ссылку на интернет-магазин я оставлю внизу под видео. Это польский интернет-магазин. Те, кто меня смотрят, уже знают, что я живу в Польше. И заказываю все ткани. Все заказываю здесь, в Польше. И сейчас поближе покажу вам все, что я заказала. Сейчас сначала покажу ткани, а потом уже все остальное. В посылку у нас сложат благодарность, спасибо, реклама, можно так сказать, магазина и кто собирал мне эту посылку. Значит, первое, что здесь лежит сверху, это кашкарсе. Я заказывала, буду шить шорты. Такой серый цвет, меланж. И вот такой у меня кусочек. Мне его как раз будет достаточно. Здесь также есть вот такие отметки. На все ткани клеится отметка, в каком количестве я заказывала. Ну, и какой-то артикул этой ткани, также название. Дальше. Вот такой футер тоже. Серый цвет, меланж. И здесь внутри, вот он с начосом. И, как я уже сказала, я буду шить шорты. И поэтому я заказывала на резинку, на пояс вот такой кусочек тоже, такого же цвета. Футер довольно-таки плотный. 290 плотность у него. И он идет с добавлением полиэстера. Дальше. Вот такая ткань. Это джинсовая ткань. Здесь на ней нанесены такие вот золотые звездочки. Ткань я заказывала. Буду шить юбку для Саши. Она тоненькая. И такая чуть-чуть, как чуть-чуть совсем вот тянется стрейчево. Здесь тоже пишут артикул, что это джинс светлый написано. Потому что был, по-моему, еще темней. Вот так выглядит с обратной стороны. Были еще другие разные рисунки, но мне понравились звездочки. Я решила заказать звездочки. Также я заказала тоже, я буду шить Саше пижаму и заказывала вот такой кусочек тоже на манжеты, на пояс. Вот так вот он идет. И вообще белый цвет такой универсальный, я думаю, всегда должен быть дома в наличии, потому что можно его, в принципе, совмещать со многими разными оттенками. Дальше вот такая тоже рябана. Тоже на манжеты, на пояс. Я заказывала, буду шить Саше костюм. Такой розовый меланж красивый. Буду шить Саше костюм. И костюм я буду шить из велюра. Вот такой велюр. Очень мягкий, такой приятный на ощупь. Тоже меланж. Так вот он тянется. Он не плотный, по-моему, 200 грамм плотности у него. И мне очень понравился. Был еще серый, но я уже не успела заказать серый, потому что он закончился. Я хочу шить для Саши костюм в детский сад, чтобы это были штанишки и такой вот свитшотик на каждый день. И как раз вот для костюма я подбирала ткань на манжеты, на пояс, чтобы по цвету тоже подходило. Ну, в принципе, тут чуть-чуть вот она отличается. Так, в принципе, не видно. Но так вот по цвету подходит. Дальше. Вот такой джерси. Вся ткань идет, вот как сложена она была, я ее достала и не выворачивала ее на лицевую сторону. Вот такие собачки. По-моему, плотностью 190 грамм. Здесь тоже идет ткань с добавлением этих хлопок и 92% хлопка и 8% эластана. Вот так вот тоже хорошо она тянется. Мне понравилась такая расцветка. Здесь мопсики вот с пончиками, с розовыми. Такая яркая. И такой тоже на ощупь очень мягкий, приятный. И вот так вот выглядит ткань изнутри. И следующие вот такие у меня панды остались. У меня Саша в последнее время очень ей нравятся панды, чтобы все было с пандами. Такой голубой и панды на радуге. Тоже джерси. По плотности такой же, как и предыдущий. Ткань такая же по плотности, как и предыдущая. Тоже, по-моему, 190 грамм плотность. И тоже идёт с добавлением эластана. По-моему, 8%. Очень красивая расцветка. Я хочу сшить Саше пижаму с такой ткани на зиму. И вот как раз одна пижама у нас есть. И нужно ещё одну сшить на сменку, чтобы была. И решила заказать ей вот такую расцветку. Мне очень понравилась. Такая яркая, красивая. Вот в голубом цвете. Теперь покажу ещё, что я заказала из фурнитуры. Мне нужны были вот такие щипцы для установки именно металлических кнопок. Потому что для пластиковых у меня есть. И я заказала вот такие фирмы прим. Здесь можно устанавливать только металлические кнопки. Для того, чтобы устанавливать пластиковые, по-моему, нужно дополнительно покупать какое-то ещё приспособление. Ну, я их потом распечатаю и покажу уже, как устанавливаются кнопки. Также здесь можно делать дырочки для того, чтобы устанавливать кнопки. И покажу уже подробнее, расскажу. Попробую сама. И покажу наглядно, как это будет выглядеть. Также я заказала вот такие кнопки. Такие маленькие кнопки. И попробую их установить. Мне как раз нужно Саше на платье установить кнопки. Дальше. Вот такой шнурок на шорты. Как я сказала, что я буду шить шорты. И заказала вот такой широкий шнурок. Мне очень нравится, когда широкий. Был ещё серый. Мне хотелось, конечно, серый, но серого не было в магазине. Вернее, он закончился. Был, но он закончился. И ширина его здесь 12 мм. Это самый широкий, который был. Я решила заказать побольше. Я думаю, что возможно пригодится. Потом, может быть, в пайту, тоже куда-то в капюшон можно будет вставить такой шнурок. Тем более, белый цвет тоже универсальный. Подойдёт для любого цвета. Затем, это вот такая резинка с рюшей. И вот такие помпоны. Это я заказывала, чтобы украсить Саше свитшот. Сначала хотела заказать две расцветки, там красные и фиолетовые. Но потом передумала, решила только фиолетовые. Попробую. Не знаю, если они будут они и мешать на кофте, то, возможно, я их оставлю. И хочу ещё попробовать постирать. Возможно, они будут линять, чтобы не испортить свитшот, чтобы он не испортился после стирки, если они линяют. Поэтому нужно их, я думаю, предварительно будет намочить водой и посмотреть, не линяют ли они. Также я заказала вот такую двойную иглу. У меня есть двойная игла, но она толстая, сотка. Я всё время хотела заказать тоненькую. У нас в магазине тонких не было, поэтому я вот заказала через интернет-магазин. Это 75-ка. И вот я думаю, что 75-ка тоже для стрейчевых тканей эта игла. И я думаю, что она мне тоже пригодится. И последнее, что хочу показать, это вот такой идёт набор уже. Здесь всё собрано в наборе для того, чтобы сшить сумочку. Я хочу сшить сумку Саши на пояс. Тут внутри уже ткань, замок. В общем, всё уже есть для того, чтобы сшить сумочку на пояс. Также крепления все. И я сделаю отдельное видео. Буду сшить такую сумку и покажу уже, что здесь полностью входит в комплект. Здесь находится всё, что нужно для того, чтобы сшить сумочку. У нас продаются вот такие комплекты не только для того, чтобы сшить сумку, также, чтобы сшить рюкзак, шапку. Есть уже комплекты, в которых лежит тоже выкройка, ткань, отрез ткани определенный, замочек и всё остальное, что необходимо для того, чтобы сшить какое-то изделие. Я видела в основном это сумки, рюкзаки, шапки, такого плана изделия. И я хочу тоже сделать видео, буду сшить сумку и покажу уже конкретно, что там лежит внутри. Всё это раскрою и сошью такую сумку Саши на пояс. Поэтому я заказала такую ткань, более детскую. Я думаю, что она и пригодится, такая сумочка. И это всё, что я заказала последний раз. Заказывала я в интернет-магазине здесь, в Польше. Сайт интернет-магазина я оставлю внизу под видео, может быть, кому-то пригодится. Я уже не первый раз тоже делаю покупки в этом магазине. Мне очень нравится магазин, у них по Польше у нас тут бесплатная доставка, тем более, если заказываешь больше 50 злотых, что очень удобно тоже. И очень быстро они тоже высылают, в принципе, также высылают в страны по Европе высылают посылки. Если вы живёте где-то в Европе, то можете зайти посмотреть графу, там можете посмотреть доставка и будут указаны все страны, куда они ещё тоже отправляют товары. в принципе, всё. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok